Двадцать минут о красивой жизни, ярких людях и заметных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Лето выдалось теплым и, надеюсь, самым интересным и запоминающимся. А в эти холодные осенние деньки самое время вспоминать все то, что происходило во время каникул. А одно из таких событий – это Audi Quadra Days, которые проходили последний теплый уикенд вышедшего лета. Скорость свыше 200 км в час. Такое бывает не только в практике автогонщиков. Двухдневный автомобильный фестиваль Audi Quadra Days подарил возможность проехать с хорошим ветерком гостям этого опен-эйра. Но обо всем по порядку. Просто отдыхаем, общаемся друг с другом, некий релакс. И все это на свежем воздухе. Посмотрите, какое сегодня чистое небо. Летают самолеты. Сегодня все способствует тому, чтобы наши эре-спортивные дни состоялись. Живая музыка, угощения от известных ресторанов, время в ожидании заезда проходит изысканно и стильно. Красивые машины, красивые люди. Здесь полный фэшн. Красота, стиль, взысканность, высокие технологии, технологичность, комфорт, квадро. Все, чтобы проявить себя с разных сторон. Не только драйв, эмоции, скорость для родителей, для фанов, для клиентов, но и для маленьких уже любителей Audi, которые сегодня проходят курс водительского мастерства, получают водительское удостоверение, катаются на маленьких версиях машин. Я здесь никогда не был. Быстро. 190. Здесь более свободный, такой вольный стиль, можно его назвать, то есть когда ты можешь уже почувствовать полностью педаль акселератора и позволить себе экстремальное вождение, назовем это так. На Audi R8 разгарился до 245 км в час, а на R4 до 160. Я могу сказать, что на этой же трассе на своей машине ездил 270. Ну, максимальная скорость – это понятие условное, то есть действительно, учитывая, что дорога у нас полностью перекрыта и никто посторонний на ней оказаться не может, то здесь мы как раз имеем возможность дать нашему участнику разогнаться быстрее, чем это допустим позволено правилами дорожного движения. Но все равно безопасность у нас – это главный критерий. Скорость мы любим все, но это должно быть разумно, мы все люди взрослые, уже у нас есть ответственность, поэтому надо свои эмоции, скорость испытывать в таких тест-драйвах, на специальных треках, на специально подготовленных мероприятиях, как приводит нас сегодня, приехали инструктора школы водительского мастерства, в Асин Драйвенску. Они говорят, как правильно использовать всю эту мощность, как ее показать, на что способен этот автомобиль. Здесь действительно есть такая возможность, трасса позволяет действительно нажать на педаль полностью и ощутить динамику. В условиях города не всегда это действительно удается, но, наверное, важно само ощущение, за рудом в каком автомобиле ты находишься. Я вообще очень драйвовый человек, и мне самое главное, чтобы машина была продолжением меня. Динамика, красота, стиль, характеристики – это важно, как вот есть машина оффроуд, есть более спорт режим. Ну, мне ближе все-таки спорт, драйв, вот я сама вся такая, и я все-таки выбираю такие, как вот РС-4, РС-5, мне ближе они. Я люблю скорость, но скорость я люблю на мероприятиях, а жизнь я вообще скоростная. Поэтому я успеваю много дел, я считаю, чтобы все успеть, движение – это наша жизнь, поэтому движемся только вперед и со скоростью нельзя отставать ни на минуту. Впечатления участников тест-драйва иной раз оказывались такими же интересными, как и сами заезды. Действительно, 240 километров для новичка – это особые ощущения. Скорость 220 километров в час настолько развивается, и ты просто оказываешься как будто в таком бункере, уши закладывает, горло прижимает. Непередаваемые эмоции. Слов просто нет, эмоции, одни эмоции. Классно, адреналин зашкаливает, конечно. Эмоции в буквальном смысле иногда зашкаливают. Это ярко, это видно, и нам приятно, и им безумно. Я хотел сказать, что круто еще, что мы бы закатились бы на тех трамплинах. Мы бы прыгали на трамплинах. И еще мне понравилось последнее слово, я скажу, то, что здесь были знаки, нас так вправо-влево качало. Этот автомобильный праздник в формате Open Air стал ярким событием уходящего лета, которое пролетело так же быстро, как и R8 по гоночной трассе. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Люда Бирман, участница сегодняшнего модного эксперимента, стилист скорее по призванию, нежели по профессии. Много лет она посвятила банковскому делу, а умением эффектно комплектовать стильные луки вызывала восторг и зависть еще до того, как миллионы персональных шоперов и прочих фэшн-аналитиков заполнили эфиры и интернет-пространство. Я никогда не иду за определенной маркой или за определенной вещью, которая как будто бы мне не хватает в гардеробе. И я никогда не гонюсь за брендами. И меня даже больше интересуют марки не очень известные, не очень популярные, поэтому мне особенно интересно было для себя открытие сделать. А цвет вот этот травянисто-зеленый, ну просто фаворит в сезоне. И потом, ну что такое цвет? Ну смотри, какая прелесть. В поездках и в прогулках очень комфортно. И в зависимости от того, что ты и с кем-то себя чувствуешь в определенный момент, это же может на все миксовать. Ну, предположим, если хочется дерзости немножко, я бы сюда добавила красный. Ну, предположим, шляпы или перчатки. Или синий очень хорошо, с зеленым. А если хочется такой тайной элегантности какой-то, то можно белый. Потому что верх, например, с белыми брюками или с белым летним пальто. И с белой шляпой или просто белые перчатки. Просто роскошно. Ну-ка, сейчас мы еще что-нибудь придумаем по ходу дела. Теперь еще отдельно хочу сказать про вот эту яркую, замечательную деталь вампассы, которая, как известно, перекочевала с генеральских военных штанов, заполонила мир. Можно такие придумать креативные идеи. И потом такая полоса, она же нас делает встроенными. Силуэт удлиняет. Поэтому я считаю, что просто это великолепно. Ну, вот, кстати, про лампассы я говорила. Вот эти вот ленты яркие в рубашках, конечно, они придают такую остроту. И я считаю, что тут сочетание можно сделать замечательное. Потому что можно же не только в тон рубашки подбирать, или на контрасте с рубашкой вниз. Можно и поиграть с цветом ленты. В моей практике профессиональные очень часто приходилось ходить в костюмах. И, может быть, это избыточное уже, так сказать, влияние на мое сегодняшнее видение. Поэтому я бы предпочла их разбивать. Хотя ничего плохого в этом нет. И здесь очень важно, чтобы это не было скучно и монотонно. И поэтому я бы, может быть, какие-то несочетаемые вещи предлагала тогда, если мы надеваем и пиджак, или как жакет, или пиджак с брюками. То я бы немножко тут поэкспериментировала. Вот смотрите, вот, предположим, эти брюки и туника. Прекрасно подойдет. И когда вы в офисе или в помещении, вы можете ее снять. Вот юбки, ну, это вообще эффектная ткань. Она, конечно, придает женственность. Я считаю, что юбку такую можно носить не только как самостоятельный, так сказать, элемент гардероба, там, со свитером каким-то или с курткой. Я бы надевала ее для себя, я ее беру, с тем, чтобы это был как элемент верхней одежды. Предположим, я это вижу на белое платье, которое будет немножко длиннее, да, ниже, чем юбка. Просто сверху и, придя на работу, можно, ну, даже куда, даже в театр можно ее снять. Я считаю, что к ней здесь очень важны, есть элементы, которые прекрасно дополнены. Капюшон и косынка. Потому что вот если юбку я надену или даже на шифоновое платье, или даже, может быть, на трикотажные брюки или толстые колготки, красные можно, можно белые толстые колготки. И вот такой капюшон и косынка. Ну, вот смотрите, как чудесно. А вот короткие юбки для более, я вижу, креативных таких особ, потому что сюда, конечно, какие-то тяжелые ботинки я бы надела, но сюда колготки я бы не стала надевать, только леггинсы. Но здесь зато уместен, в отличие от этой юбки, как мне кажется, был бы короткий какой-то толстый свитер с аппликациями, там сердечки какие-нибудь, зверюшки какие-нибудь, и было бы здорово и интересно. А вот к этой юбке, вот сейчас мне приходит в голову сумку-почтальон. Было бы хорошо, коричневый ремень, белый короткий плотный свитер. И, наверное, в отличие от этой, я бы сюда надела даже туфли или полусапожки на тонком-высоком каблуке. Вообще, это же очень индивидуально, от настроения зависит. Я точно знаю, что та вещь, которая мне нужна, она все равно мне встретится. Ты яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и давно мечтала стать моделью? Тогда прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад». И выиграй 100 тысяч рублей. Кастинг до 15 сентября. Подробности в группах конкурс «Леди Мармелад». Приглашаем партнеров. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru Макароны могут быть полезными. Макфа исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Десятый литературный квартирник в Челябинске будет посвящен творчеству современной поэтессы Веры Полосковой. Накануне ее визита в Челябинск мы встретились с организаторами этого проекта. Проект «Литературный квартирник» стал заметным событием культурной и светской жизни нашего города. Этой осенью состоится десятая встреча поклонников современной поэзии. «Квартирник» — хоть и слово такое для небольшого количества людей, но это было всего лишь метафорой, да, и мы рассчитывали на то, что люди пойдут. Потому что чувствовалось в обществе вот это настроение, желание слушать современных авторов поэзию, да, вывести ее снова на сцену, слушать. И плюс писатели у нас потом добавились, то есть мы не только поэтов возим, но и писателей, которые читают свое творчество. Мало того, мы расширились до того, что мы еще привозим лекторов, которые тоже, ну, какую-то информацию полезную доносят до людей. И получился вот такой вот светско-литературный, интеллектуальный, познавательный проект. Мне кажется, такие проекты всегда находят жизнь. Я вообще открыла современных авторов, современную литературу, потому что, честно, я их недооценивала раньше. Узнала буквально пару человек. А здесь каждый хедлайнер привозит обязательно свои книги. Вот, и у меня уже собрана такая небольшая библиотека, именно книг от наших хедлайнеров с автографами. Я их все перечитала и осталась в восторге. Я люблю стихи, я всегда их любила. Они для меня большая, важная часть жизни. Я, будучи еще подростком, очень часто в стихотворениях находила отражение своего состояния, да, которое трудно выразить своими словами. Ты открываешь книгу, начинаешь читать и понимаешь, так вот же, вот это вот про меня. И некий такой терапевтический момент, наверное, поэзии вот для меня. Вера Полоскова же была, я считаю, у основания вообще вот именно современной поэзии на данный момент, современной России. Она очень глубокая, но у нее нелегкая поэзия, очень нелегкая, она очень думающая. По сути, Вера Полоскова первая вывела поэзию на сцену и стала читать под музыку большому количеству людей. И, ну, так сказать, создала вот эту вот, ну, такую атмосферу, да, когда стихи, когда человек обнажается живьем перед публикой. Она не просто бриллиант российской поэзии, она еще и наша. В юбилейный литературный квартирник очень символично, что мы везем поэтессу действительно с большой буквы. Вера приедет обязательно со своей группой. Музыку пишут, кстати, именно под стихи специально для Веры Полосковой. То есть будет, она будет и петь, будет много музыки, будут и стихи, и будет шоу. Юлия Соломонова, Олег Груз, Александр Цыпкин, Александр Маленков и Александр Снегирев. Благодаря проекту «Литературный квартирник» челябинцы смогли лично познакомиться с этими авторами. Читатели, среди вас, друзья мои, наверняка есть беданты, интересующиеся судьбой муравьевых. Но если вы всей страной литрами пьете водку, а потом заедаете ее углем из шахты, чтобы она просто не действовала, ты понимаешь, что вы отъехавшие все, всей страной? Наша Таня громко плачет, для ВКонтакте будет так. Наша Таня громко плачет, Таню бросил взрослый мальчик, потому что малолетка, а какой же он мудак. Творческие планы авторов «Литературного квартирника» по меньшей мере грандиозные. Уже в октябре в Челябинск привозят идейного вдохновителя беспринципных чтений Александра Цыпкина. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Жара спала совсем недавно, и это переходное состояние прежде всего отражается на нашем гардеробе. Не меняясь кардинально, он плавно перетекает в новый сезон. Забрать с собой в осень стилисты рекомендуют яркие десертные оттенки, а также нежные пастельные краски, которые заявлены как один из трендов грядущей осени. Чёрно-белые сочетания, которые уже не в первый раз появляются в летней моде, также можно забрать с собой в осень. При условии, что эти контрасты подаются не в классическом стиле, а, например, в спортивном или уличных вариантах. Новому сезону стилисты рекомендуют запастись рубашками. Носить их можно будет как самостоятельно, так и под джемпер. Это знакомое многим офисное решение также присутствует в ряду осенне-зимних трендов. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждём вас на «Сони Кривой 30» и «Пушкина 65». Вы – женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас «Имидж-клуб Светлана» объявляет набор в проект «Модель Х-Плюс». Подробности по телефону 263-57-37. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Накирова 159. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Всё это про одежду бренда «Мэдди Арт». Деловую капсулу и образ на выход мы подберём вам с удовольствием и профессионализмом. «Мэдди Арт» – гарантия восторженных взглядов. Ещё больше новостей о красивой жизни в нашем инстаграм, на странице ВКонтакте, в ютуб-канале Beauty Time, а также на сайте bt31tv.ru. Подписывайтесь, заходите, следите и будьте в курсе. А на этом выпуск завершён. До встречи. Наши стильные партнёры. Имидж-студия Елены Ивановой. Отелье «Модный дом. Я». Субтитры подогнал «Симон»! Елены Ивановой. Продолжение следует... ... Продолжение следует...